ну что дорогие девочки я вернулась помните эти платья помните это все кое-что еще осталось сейчас я возьму что что мне интересно самое интересное и пойдем примерочную примерять привет мои дорогие девочки с вами Дита из Канады и я вернулась как я уже сказала в начале видео в тот самый магазин который я посетила накануне видео в котором я с которой я снимала предыдущие где были всякие красивые разные вещи фирменные максмара и да кое-что осталось и кое-что я принесла в примерочную мы с вами сегодня будем мерить хочу вам показать что все очень цветное очень весеннее очень жизнерадостное ну не все вот тут из черно-белого комбинезончик но в принципе все такое яркое весеннее как мы любим ну по традиции что на мне на мне ничего особенного на мне свитер такого молочного цвета молочные сапоги молочная сумка юбка из H&M кстати белое молочное с зеленым и вот такое вот зеленое пальто ему 150 лет это пальто из Zara я хочу чтобы вы посмотрели на его качество к вопросу о качестве Zara это пальто шерсть с махером я купила его лет 7 назад по-моему если я не ошибаюсь она до сих пор как новая совершенно нигде не скаталась не скрутилась ничего не случилось и вы знаете странная вещь я вам хочу сказать я заметила когда я его покупала мне оно казалось очень большим очень широким мы просто такой огромным пальто потому что 7 лет назад оверсайз еще был не таким оверсайзом как он каким он стал сейчас и вот сегодня это пальто я вообще считаю оно могло быть и побольше ну как бы немножко мне кажется уже ну такое узенькое а тогда мне казалось что это пальто просто вот огромное потому что мы тогда все носили по фигуре притаженное а это такое знаете широкое пальто ну не суть дело не в этом я просто хотела вам показать потому что пальто действительно прекрасно сохранилось и ничуть не ничуть не ничего не выдает в нем ни Zara не то что ему так много лет все давайте приступим к примеркам я тоже не знаю с чего начать ой глаза разбегаются ну давайте я буду сначала примерять показывать или показывать в общем разберемся начала я с максмары и да это не платье это комбинезон вот это брюки ну прикольный знаете сидит неплохо и приятно такой на ощупь к телу ткань такая приятная посмотрю какой состав и размер и цену всем потом сниму когда его сниму я вам сниму на видео себя сниму сниму на видео длинный очень ну конечно это не сапогами это такой знаете это принципе летняя вещь с каким-то лодочками на каблаке или с какими-то сандалями но он не очень яркий он очень такой обычный и бело-черный горошек симпатичный комбинезончик ничего не могу сказать сказать что он как-то там потряс мое воображение своей красотой необычностью фантазия моя потрясена нет но обычный симпатичный комбинезон давай сидит неплохо сидит неплохо сзади очень трудно себя снимать телефон я сейчас попробую как он сидит сзади мне даже интересно сзади он сидит неплохо вообще съемки сзади очень всегда труднительный телефон но во всяком случае да он неплохо сидит я сейчас сниму покажу какой-то размер сколько он стоит тут он много девочки сразу скажу по моему долларов 400 вот что-то такое канадских наших что как бы немножко приводит меня за что за что так давайте-ка посмотрим как я искала стоит он 399 долларов хохо размер 40 10 в общем я не очень понимаю какой здесь из них какой юсэй 10 это я знаю это я понимаю грит британ 12 видимо европейские 40 что еще про него сказать хотел бы найти состав все на китайском девочки все на китайском очень мелко сейчас я достану очки секун ага состав стопроцентный шелк видите даже по-русски написано что конечно приятно и тогда понятная и оправдана эта цена в 400 долларов и очень он приятный на ощупь так что беру свои слова назад насчет того что он не поразил мое воображение в общем дизайна может не особенно но шелковый комбинезон макс мара вполне оправдана что он стоит 400 долларов причем я хочу вам сказать что это же outlet то есть вот написано что 640 он стоил в магазине макс мара что немножко не совсем верно потому что вот здесь на этикетке написано макс маровская этикетка что он стоил 2140 канадских долларов а и размер 44 то есть вы понимаете что он стоил 2140 а здесь он продается с 400 да интересно ну ладно 400 за шелковый комбинезон я согласна 2140 долларов девочки скажите мне что не так со мной и что не так с этим миром следующий мой комплект это тоже макс мара видите тоже очень приглушенные такие цвета это топик и юбка слушайте я не очень знакома с макс маровскими размерами и вообще ну у них все такие вещи длинные то есть вот я стою и мне от нее нужно отрезать еще сантиметров 20 наверное длины чтобы я не наступала на нее вообще если честно я не очень хочу двигаться потому что мне очень жалко наступать на нее дорогая вещь хорошая вещь мне как бы не очень приятно топтаться по ней хотя я казалось бы как она не нравится я все равно куплю но я очень бережно отношусь к вещам к любым к моим и к чужим которые станут чьим это тем более что вещь дорогая хорошая в общем она мне очень понравилась эта юбка очень интересная она вся видите сделана из таких каких-то разных разнообразных валанов сердце кровью обливаются но спереди сзади по моему она гладкая видите у нее просто такой как клином таким она сшита вот здесь вот такая вот она интересная я потом ее сниму наверное без меня на вешалке тогда будет понятнее что она себе представляет потому что я стою в ней и как боюсь двинуться и топик симпатичный такой топик на слеечках летненький я его взяла к этой юбке собственно говоря чтобы сделать комплект просто было с чем ее примерять сейчас я ее немножко приподниму подойду поближе вот так вот он видите видите такое лямки как косичка сделана приятный сейчас я сниму посмотрю цены посмотрю сколько это стоит из чего оно сделано что за размеры юбка по-моему тоже сороковой или сорок четвертой ой слушайте я совершенно запуталась десятый наш американский а европейский наверно сорок восемь в общем сейчас я сниму и скажу прежде чем снимать я решила померить у меня же есть еще пиджак из макс мари вот я решила уже чтобы я такая вся стояла в макс мари и тут такая вся вдоль чакобан вот я такая вся стою в макс мари пиджак красивый но он огромный я посмотрела это 50 европейский размер вот русский европейский вот конечно небольшой прям вот оверсайз такой знаете оверсайз но красивый пиджак хорошее качество красивый цвет вот макс мара вся в таких пастельных тонах но с этой юбкой не очень хорошо по цвету сочетается но просто я вам хочу показать пиджак длиннющий рукава он как будто бы мужской очень большой ну на ощупь тоже приятный красивый такой сейчас подойдут ближе видите рассушить но очень большой и большой короче может быть с чем-то другим может быть знаете как ночью я посмотрю может его чем-то не знаю уж очень он не велик давайте-ка начнем с юбки я вам сейчас вот так вот издалее покажу чтобы поняли какая вне идея вот этих всех оборок здесь по-моему даже какой-то сделан как будто бы разрез сбоку да но на мне это все терялось потому что мне нужно было ее отрезать примерно вот здесь вот столько когда она мне подошла и так макс мара тоже 400 долларов максмаровская цена будет интересно если мы найдем потому что это всегда очень увлекательно найдем как хорошо что у них есть оригинальные этикетки максмаровская цена 1745 долларов канадских размер на ней написано по-моему видео нет не медиа 44 и состав я надеюсь что здесь будет значит 80 процентов ацетат 10 процентов шелк и 05 полиамид или что-то такое топик миленький такой стоит 129 долларов но вообще просто даром практически можно сказать что вообще даром для макс мара и он у нас значит размер 42 тут я смотрю на моих сейчас немножко так мацанулся по цене в макс мари он стал 675 канадских долларов можно сказать что даром вообще бесплатно отдавали никто не купил пришлось им сдать его в аутлет я еще состав но я думаю что состав здесь не не какой-то особенный потому что так 82 процента шелк 81 процент шелк вот я ошиблась 16 процентов чего-то непонятно что металлическое волокно вот эти по-русски написано как удобно и 0 3 процента и ласта так пиджак к сморам и тыны то ли красивейный пиджачище тоже стоит 400 долларов у них видимо какая-то одна цена на все знаете шлёп шлёп 400 баксов пусть будет вот при том что он стоил 2 350 представляете это же 400 долларов они отдают сайз 50 размер на большую конечно джакет давайте искать состав давайте искать состав из чего же он сделан восемь процентов мохер ну это я вообще знаете восемь процентов мохер 20 процентов шелк а подкрал подкладка 100 процентов вискоза 80 процентов мохер и 20 процентов шелк посмотрите на него близко где здесь мохер как можно вообще понять что это мохер вот затейники макс мара делают пиджак который я честно говоря думала что в нем какой-то там лен что такое а он оказывается мохеровый мохеровый пиджак и шелк следующее это платье бренда тори бэрч это американский дизайнер женщина очень красивый шлят вещи очень известный у нас магазин очень известный дизайнер который довольно популярен и не дешево не дешево женщина нас проживая она как бы цветет и процветает значит платьицы яркая желтенькая летняя хорошенькая в стиле 60-х 70-х годов рада же халатик у моей мамы был похоже вот году в 76 я помню мы ездили ялту отдыхать и у него такой желтенький ой на пару смотри воспоминаниях улетела желтенький такой в клеточку халатик ну это не был халат в котором она ходила на пляж но это был такой знаете как платьица такой кармашками с такими вот на таких вот пулечках очень похоже серьезно фабрики прогресс большевичка я не помню что там у нас было но вот по моим ощущениям детским он ничем не отличается он мне конечно немножко далековато можно было взять меньший размер он большой а ну то есть платье но я бы боялась рисковать потому что я думаю возьму меньше размер потом я думаю не влезу и не получится у нас примерки ну в общем хорошенький симпатичный сейчас потом скажу вам состав цену все размер все это накидка тоже тори борщ я кстати когда снимала в магазине в прошлый раз до примерок я на нее обратила внимание потому что меня заинтересовала эта вещь я не поняла что это платье накидка но это такая накидка знаете без пуговиц то есть она никак не может быть платьем я решила примерить их вместе потому что они как-то сочетаются по цвету более или менее ну как бы принт с принтом но мне кажется это интересно тем более что стилистика вот этой накидки она тоже таких шестьдесятых семидесятых годов посмотрите вот этот вот узелок здесь на рукаве такой интересный и фасон этот я не знаю так как то мне откликнулась вместе эти две вещи хотя такой желтый горчичный все не совсем не знаю я люблю мешать принты не знаю может это не самый лучший вариант смешения принтов мне кажется что это прикольно весело интересно очень жизнеразно как правда же мысли потом всем еще это накидку померю я даже не знаю что у меня есть с чем я могу ее сочетнуть даже если вот забудем что это платье внизу знаете что я подумала вот это вот эту вещь можно носить как платье если вот так вот я запахнуть надеть сверху пояс то она вполне сойдет за такую платьицу хорошенько очень хорошенько сапогами моим пусть у меня нету здесь нет пусть у меня нету ну что посмотрим значит торина платье стоит 199 долларов магазине тори перча она стоила непонятно ну в общем размер десятый это наш американский десятый цена почему-то оторвана есть некоторые бренды которые когда сдают вот в стоке свои вещи они требуют снять их цену почему не знаю видимо они стесняются так вот сколько они стоят вот максмар они стесняются сейчас посмотрим состав изготовлены в китае кстати на очень многих этикетках есть написано русском языке что приятно ага нашла 55 процентов котом 45 полиэстер меня всегда удивляет написано платье по-русски чтобы не перепутали мне всегда удивляет насколько производители прячут прячут состав своих вещей чтобы как можно тяжелее можно было понять и испану сделано значит накидка стоит 250 долларов тори перч размер тоже десятый и цены тоже нет вот видите тори требует чтобы съем вещи снимали цену стопах какая-то специальная какая-то специальная характеристики интересно давайте же посмотрим что за такие специальные характеристики тоже made in china ага значит вверх вот сама сама накидка сделана из стопроцентного шелка а подкладка стопроцентный полиэстер что конечно сильно портят это изделие уже сделали вверх из шелка так уже подкладку хотя бы из какого-нибудь вискозы по что такое ну опять же понятно тогда цена а понятно 250 долларов потому что это шелковая вещь приятная вещь ведь какие ручки интересные очень интересная вещь она необычная ой не есть карманы а я не заметила когда примеряла и всунула свои руки в них очень люблю примерять что-то с карманом надо будет еще раз повесить вот она весна красная березла а эту юбку я тоже крутила прошлый раз когда я приходил в магазин я рассматривал я и вертела крутила карманов нету ведь и еще потому что расцветка потрясающей красоты это дизайнер мара хоффман и они очень знакомы с этим брендом дешевый повесили разряд при привели как бы к разряду дизайнерских вещей дорогих наряду с макс марой наряду с эмилио пучи и в общем со всеми брендами так что я думаю что он конечно дешевле этот бренд по юбке я вам сейчас покажу цены тоже очень длинные боже мой я такой я такой карапет карапуз мне все длинно и вот этот топик пучи трикотажный такой вязаный как будто бы жилеточка здесь такая резиночка здесь вот сделаем как-то мало или он такой должен быть я вообще заметила что вещи вот эти пучи там свитера висели кашемировые они такие все малюпусенькие знаете такие малюписичные совершенно что на каких-то девочек на каких-то девочек или размер маленький я взяла ну правда красиво вместе да вот это розовое вот с этим здесь такие розовые цветы в этой юбке мне очень нравится сочетаю вам хочется весны их есть у меня как говорили у нас в одессе значит если вам мало мало вот этого всего было розового розового зеленым то чтобы сделать еще более весеннее я вот принесла такое знаете пальтишко плащик топик он такой тут с разрезами такой потрясающего изумрудного цвета он весь прозрачный какой-то бренд тоже мне не очень знакомо я потом посмотрю но он тоже вот с этой вот штучкой вот эти вот вещи дорогие с такими вот красненькими такими прицеплялками это из дорогих коллекций runway это называется runway это по-английски подиум то есть эта коллекция runway который продается в этом винерсе в этом стоке и вот такие вот бренды и вот такая вот красота красота потрясающе а знаете что вот это было бы хорошо вот с этим платьицами может если я не поленюсь я померю их вместе девочки я все неправильно сделала я все неправильно померила оказывается замок с пуговицей спереди и вот туда есть карман я помню что были карманы когда я стала ее на себя мерить я карманов не нашла я подумал что мне показалось ведь как у нее спереди идет такой замок как будто бы ширинкой пуговица и два кармана эти карманы не заметил на любимый карман значит стоит это прелесть 140 долларов дизайнер называется вот так вот называется бренд мара хоффман цену цены сколько это стоило у мар я не нашла все что угодно здесь написано но цены нету есть запасная пуговица что приятно и состав этой прекрасной прекрасной цветной замечательной юбки сейчас мы найдем просто интересно что что еще она делает 83 процента лайса 30 сегле он ну да неплохо ночью неплохо да за 100 сколько 140 долларов неплохо тем больше нас карманами а я лошадься пропустила карманы мои любимые так топик я вам не показываю попозже покажу потому что я хочу померить его вот с этими от брюками от пуч а вот этот зеленый зеленая красота стоит вообще всего ничего всего 100 долларов это бренд называется карактер карактери это по-французски карактери ой девочки не знаю читаю коктюшка значит состав размер сороковой или десятый американский несут второй вот поймите 42 потом написано 40 10 мексиканский 30 в общем общем что-то такое вы понимаете да ну и наверное конечно чего она сделана вообще даже нету каких казнавательных знаков но за 100 долларов ничего такого особенно может быть сделано кстати я хочу сказать несколько лет назад за и продавался похожий вот такой вот плащ точно такой же изумрудного цвета и была похожая накидка землю на был такой прям как плащ плащ на пуговицах с поясом а еще была коричневая накидка похоже вот такая прозрачная зеленый я не поймала а коричневый я помню что я купила нам есть она очень красиво очень симпатично ее можно интегрировать в очень многие с очень многими вещами кстати какой размер размер юбки написано на вешалке 8 а 8 8 может быть виден и сделано что в принципе уже ну-ка пытала в китай это нормально девушки обещала брючками случился облом потому что я в них не влезла и это размер какой же размер имели у пуччи не влезла ваша дита ваша дита не влезла в размер 40 40 размер цены тоже пучевская нету не пучевская цена 350 долларов не слабо значит здесь есть состав я вижу что сделано 98 процентов шерсти хорошо 2 процента эластана и вискоза сто процентов видимо подкладка хорошие брюки красивые знаете такой красивый цвет ну как же не влезла сороковой размер ну странно пучи пучи что же вы такие пучи так и тупик экстра ларч вы видели его на мне да он не скажет маловато как-то мне значит а вот кстати здесь есть цена 675 американских долларов он стоил не канадских американских в этом магазине он стоит 250 долларов но мэйдэн италии сделаны в италии давайте посмотрим состав из чего он сделал очень приятный очень приятный на ощупь топик сто процентов шерсть ну вот чувствуется да все таки цены пучи хотя бы как-то оправданно потому что если это причем не просто шерсти как это вверху то есть какая-то детственная шерсть шерсть девственница шерсть нет я шучу я знаю что такое вверху это такая необработанная какая-то наоборот обработанная каким-то специальным образом ну еще хорошая шерсть хорошая кстати где шьются брючки эти мэйдэн вот я тоже думаю что италии потому что уж очень дорогие кстати может мы все-таки найдем цену пучевскую цену вот на топик мы нашли на брючки мы не нашли нет нету цены на них окей но я вообще в шоке от размеров это сороковой брюки которые просто не влезла экстра-large топик который такой массе пусечный вы видели его на мне он такой маленький да и не на мне он маленький посмотрите экстра-large тогда я что три экса-large по пучевским меркам да пучевы конечно рассчитаны на тонких и звонких девушек поскольку с брючком не сложилось в качестве компенсации я меряю вам это платье кури бэш с этим зеленым зеленой накидкой потому что мне кажется что желтая зеленым это очень по весеннему очень красиво вместе не поленилась оцените застегнула все раз два три четыре пять шесть семь где-то пуговицы еще раз и при том потом их минут расстегнуть оцените пожалуйста и поставьте мне за это лайк ставку больше не решила на самом деле не хотите лайк то может поставить дизлайк не на дизлайку спасти лайк короче он нравится так мне нравится я бы так оделась не так нравится этот желтый сочетание с зеленым вообще мне очень нравится вот эта накидка мне очень очень в лоте за не 100 баксов потому что на самом деле такую действительно можно купить и в заре и не знаю, во многих масс-маркетах, которые шьют подобные вещи. Но она дешевле. Они за 100 баксов. Но она просто украшает, мне кажется, любой вес. На любую мешок ее надень, и вы будете королевой. Дорогие девочки и немножечко мальчиков. Видео, наверное, получилось очень длинное, поэтому прощение будет очень коротким. Люблю, целую. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Ваша Дида, как всегда, с вами.